С Украины, вот, откуда там. Кто, родственница вашей? Нет, познакомились по интернет-предпринимательству. Все деньги же в интернете, надо там зарабатывать деньги. Это exchange wallet, обменный кошелет, криптовалюта. Вот это, да? Ну, вы же слышали, что есть такой, вот он, биткоин. Ну, биткоин. Его же надо как-то в фиатные деньги перевести. Да. То есть, надо обменять как-то? Да. Сейчас же блокчейн уже входит. Мы, кстати, в столице неофициальная блокчейн. Здесь собраны все айтишники, программисты. Ну, не все, смысле, много. Ну, все цифровое. Когда-то был каменный век, потом бронзовый век, а сейчас цифровое. Ну, я вам скажу, я живу в Жасове. Жасов, это город в Польше. Он тоже такой айтишный город. Там тоже много айтишников. Там даже с Европы приезжают не только Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. Ну, и тоже с Европы люди. Дуже этих новых фирм, которые сидят, программы пишут на всю планету. Жасов — это такой город, который тоже догоняют. Там он такой новый город. Так надо вникать, ребята. Надо понимать. Это блокчейн — это навсегда. Криптовалюты — навсегда. Сейчас смарт-контракт. Надо понимать, что это. И там все деньги. Еще год-полтора и все. И просто не будет. Банки все рухаются. Посмотрите, Америка должна 22 триллиона. Все дописывают. Нули банком дописывают. Сколько можно. Все государства друг другу должны. Зашибись экономика. И мы друг другу тоже банком должны. Кто кредит, кто ипотеку, кто лизинг, кто фигизинг. Все в долгах. Зашибись. И потому все недоволен. Нравится, не нравится. Это новая экономическая система. А вы уже там в лес? Конечно, я изучаю, обучаюсь, учусь. Там все, да. Не просто мозг надо включать, напрягать. А он не хочет. Иди побежи, телевизор включи, пивка попей. Задик нужно. Или бы не смешно. Через год-два что ты будешь делать? Через три. И просто пойдут все вот так вот. Я понимаю, что мне 58, что я здесь будет робот. Да. В 5 евре. Что, блин, ну валюта навсегда. Новый вид транспорта. Ну, сфотографируем. Скайвэй. Слышал о нем? Томэк, слышал о скайвэй? Уже ездит это вот. Как трамвай ездит по проводам. А люди даже не слышали. Слышал о том, что мы входили в криптовалюту, биткоин. Учили. Понимали. Прошло за тем, потому что за минуту все деньги падают, а кто инвестирует в криптовалюту? Опять же. Если слышал о том, что в других группах, в Курцы, в Курцы, в Курцы, в Курцах и в Курцах, в Курцах, в Курцах, в Курцах и в Курцах, в Курцах, в Наши. Надо же разобраться, понимать, что я куплю. Конечно, на дядю-то лучше работать. Пришел, дядя даст тебе денег. Бесплатно. Не ругать, козел мог бы и побольше платить, да? Ну, это точно. И так всю жизнь на дядю работать. А мозг включить, чтобы подумать. Это даже не криптовалюта. Эту криптовалюту все равно обменивают люди. Сейчас, пока мы едем, кто-то где-то куда-то отправляет. А это что, надо через вас зайти в атаку? Ну, если хотите, я могу вам информацию дать в WhatsApp и потом позвонить. Ну, давайте. Или на Skype. Есть Skype. Ну, по WhatsApp или по Viber позвоните. В WhatsApp есть, Viber есть. Ну, это мой номер. Вот этот вот. Он же WhatsApp, он же Viber. Хорошо. Позвоните, я вам информацию дам. Смотрите сами, что с ней делаю. Я вас никуда не тащу. Пойдем, пойдем, пойдем. Да. Просто даю информацию. Да. Так же, хлопаки, я буду урятованы, а вы будете банкротами за хвили. Нет, это не шутка. Я уже, маму кладу, я уже маму кладу. Так же вы с вами не миши с вами. И поверь, что мы сейчас с ногами над койнами, а они начинали. Они говорят, что они подумают, только чтобы вы не серчали. Нет, так я вас люблю, всех уважаю. Любому. Они уже боятся, как вы едете. У нее 30 лет такси, она сама едет. Я вообще здесь так. Пан, мой, он вошедший. На Волге еще 24-й ездил. Он против Квозниц Нема, вошедший любит пушистка. Так 20 копеек. Милометр. Так он просто пропонует же такая ситуация. Да, она сама едет. Попробуйте, я тут могу просто чуть-чуть помогаю ей и все. Да. Пан еще начинал на Волге таксовывать. Что делать? Если пан начинал на Волге таксовывать, на Волге. Еще на Волге. 20 копеек километр. Втогда 20 копеек было километра. Ну, тут было wtedy... А он едет на Волге, так? Да, таксовывал еще на Волге. Но 20 копеек было меньше, чем цен, 20 центов доларских. Втогда рубль был больше в доларах. В своих часах. За рубль три пива можно было взять. О, так же сам гость на элитоне где-то. Да, привет. Так, что хлопаки... Милдзи, где-то, как-то, как-то. Какой-то, как-то, как-то. Я все закрывал. Ну, ориентируйся. Вот мне минут 10. Женьки, давай. Я то накрыл, потому что я вылочил эту. Где бы выгонять? Спроси их, а чего они боятся? Ну, даже если тут таксист разобьет машину, ну что? Все другую поедут. Пан говорит, чего вы себе будете, даже если он бы разбил авто, то сядете до другого и поедете. Что боятся-то? Чего себе бачек? А, ну, я же на самолете спустили. Ты как-то, как-то. А, ну, не может, на самолете спустили. А, ну, самолета опоздаем. Да не опоздаете, там два часа, что до самолета. Два часа еще до самолета. А то и три. Во сколько самолет? Ну, где мы... Куда мы самолет? Восемнадцать ноль ноль самолет На видео покажи им чтобы они тоже видели Ты смотри и показывай Смотри патчи на видео Патчи на видео хлопаки Сейчас немного, подожди она сейчас появится Сейчас появится Сейчас появится Медленный в Тунской Вот так Смотри Стикло шампанское Смотри 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 Какой спорт Тебе хорошо Всем рождение Мы тебя любим И пан И пану правил 60 лет Так же пану есть Таки конкретный горш Видишь Памы говорят, что вы такой смелый человек. Так вы все такие, все так могут, но боятся. Как бы ничего не вышло. Вот так всю жизнь. Переведи. Мы с вами, что мы с вами были так в войнах в Варшаве, в центре Копернии. И как? Мы с вами были так в войнах в Варшаве, в центре Копернии. Он говорил, что каждый может это сделать, только каждый с собой. Не больше, а просто попробовать и каждый тут потратит. Ну и ты можешь, и ты можешь. Это серьезно говорить. Там женщины, дети ложились. Кобеты, дети собрали. Босиком ходили. Вот он, смотри, в доску нож кидает, чтобы... Вот он меня. Мы по образу и подобию Бога. Мы не верим. Нож, видишь, тело наше видит нож, и оно не пускается. Он нож жутся в небо, видишь? Нож жутся. Смотри, он держит на уровне плеча. Нож жутся ему, видишь? Организм так ведет к тебе, что он не пускает. Все. Организм так проводит, тело же не впустит, а нож в тело. Сколько еще надо? 55 раз, да? Смотри, он сейчас в доску втыкает. Острый нож. Смотри, нож будет так. Иван показывает же в доске, и в доске в ходе, видишь? А в тело не в ходе, видишь? Опа. Лучик. Ну и стекло. А потом я там лицом лег, но меня девочку поставили. 35 килограмм. Ну это уже другое видит. Я понял. А мы живем, боимся. А-а-а-а. Всю жизнь. Да. И это не смешно. Да. Иди, попробуй. Сделай. Нет. А вдруг, а вдруг. Анекдот тебе расскажу, потом расскажешь. Хочешь? Давай. Двоих на расстрел ведут? Да. Тут сзади канавы, впереди канавы, сейчас расстреляют. Один другому на ухо так шепчет. Слышь? А давай попробуем убежать. Тут, говорит, слышь, а вдруг хуже будет. Чего ж хуже? Это так все. Куда у тебя? Ну вот боимся мы всего. А могу тебя нагревать? Могу тебя трошку поснимать? Не могу снимать. Я же не открытый человек. Я профессионал. Я знаю свое дело. Я знаю свою работу. И то, что я говорю, это честно. Это правда. Я это проверил на себе. Естественно, испытатель. Я же тоже боялся. А как это на стекло? Я же 90 килограмм вешал. Как это я на ступле пойду? Там же порежет все. А оно не режет. Я прошел, потом лег, потом на гвозди, потом ножики, потом лицом лег. Не режет. А я подумал, что реже. И вот так мы всю жизнь с этими страхами и живем. Что испытать? У меня это смачкафит. Почист? Да. А какой Польший город-то? Я Жешава. Жешав? Жешав. Жешав. Жешуб. 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 Ну, привет, Жешубу. Спасибо. И Сталина. От таксиста, от Геннадия. Будем иметь память. Телефон есть, звоните, спрашивайте. Отвечу я много чего знаю, много чего попробовал. На себе. Поцукать. И интернет предпринимательство тоже на себе. Тоже там есть и мошенники, да, есть и аферисты. И бывало, что да, свои деньги тратят туда. А как ты узнаешь? Конечно. Не попробовал. Не попробовал. Ребенок вот упал, лоб разбил, да? Упал, коленку разбил. Да. И потом думаю, не, не могу я ходить, пускай родители носят. Блин, больно же ходить. Ну, да. А потом потихоньку, потихоньку начать. Так и любой предприниматель. Пробует, ошибается, пробует, ошибается. Девять раз упал, на десятый надо встать. В этом тогда ты мужик. В этом тогда ты мужчина. Тогда ты предприниматель. А так чё? Как бы чё не вышло? А вдруг будет хуже? Как в этом анекдоте. Да. И пошёл на работу. На нелюбимую, на противную. Ужасную работу. Не, нам пускай спрос на. Да? Просто нам пускай спрос на. Сколько людей живёт в Сталине? 430 тысяч. 430 тысяч? Официально. Ну так, из этих платьевских стран. Эстония маленькая. А кто больше так развинутый? Эстония, Латвия, Литва? Как это? Я считаю, Эстонция. Эстонция? Посмотри, какой он красивый, чистый, ухоженный, покрашенный. Везде, посмотри, знаки. В Латвии хрен ты найдёшь хоть один знак. Куда ехать? Да. У нас, смотри, на каждой перекрёстке везде бордюрчики. Трава подстрижена, деревья подстрижены, подсветочки. Всё для человека. Нарядный, красивый. Я люблю этот город. Вы здесь родились? Ну, я чуть-чуть дальше тут, в Гунда, 100 километров. Ну, уже с трёх лет здесь так. Ага. Смотри, какой он красивый. Были на Вышкрытии? Нет. На верхний ходили? А, на замок, да. Ну, весь там, где правительство. Да-да-да, ходили, церкви. Ну, и там четыре балкона, и там же весь Сталин как-то. Не-не, были, да. Полоцые, там видео писал, да? Да, писал. Потом будешь дома смотреть. Не, ну, красивый. Смотри, какой красавец. Просто, туда не посмотри, кисти красивые. Ну, я просто в Прибалтике, это первый раз в Эстонии. В Литве, Латвии я не был. Я думаю, спрашиваю. Нет, у них своя прелесть. Я Рику тоже люблю, Юрмала люблю. И, ну, ничего плохого. Ну, просто ты спросил, где? Я говорю, что мы чуть-чуть больше, мы выше, и красивее. Нравится им, не нравится. У меня есть и латыши знакомые, литовцы. И мы бизнесом занимаемся на интернете. Это ничего плохого. Просто есть функция. Хоть и говорят, что медианы, там, анекдоты. Нет, они молодцы. Вот такой в Советском Союзе был. Такой всегда смеяли, что эстонцы так затягивают. Анекдоты. Анекдоты, да, вот это все так. Пока подумал там. Но этого нету такого. Это просто говорят, говорят. Ну, такой прикол был. Да. Да. Говори. Ну, говори быстрее. Ты так медленно, как эстоника. Ну, выехал куда? Вот так и скажи. Два слова. Еду в основном, Юрместер. Я буду через пять минут там. Давай. Я вижу, вы такой человек конкретно. Ну, а что, да, да, я выехал. Куда поехал? Что поехал? У меня просто есть тут заправка вот здесь. Он будет ехать. Сейчас пробки. Надо все это учитывать конкретно. Я через пять минут там буду. Ну, ему семь-восемь. А я? А где? А как? А ну? А я же еду. Ну, да, да. Мне же надо сориентироваться и быстренько повернуть. Телефон упал. Спасибо. Спасибо. Гену и я? Меня Гена зовут Андрей. Андрей? Здорово, да. Был в Львове, проезжал Ивана Франков, съехали мы в Одессу. Отсюда вез, тоже накрасили. Ну, уже как-то лет 7-8 назад. И сам завозил. Приятно было, Геннадий, познакомиться. Мне тоже. Если вдруг будешь звонить, счастливого пути. Удачи, успехов. Будешь звонить, конечно, Андрей, клиент. Хорошо. Звони. Спасибо. Приятно, счастливо вам. Приятно. Ребята, а в Ублезе тебе платят ли? Хорошо. Спокойно.